На церемонии было награждено более 40 медработников, настоящих героев, которые круглосуточно занимаются лечением больных коронавирусом. В начале пандемии заведующая отделением ковид-центра Светлане Быковой приходила жить на работе 4 месяца. Врач для Светланы это не просто профессия, для нее это детская мечта, которую она сумела воплотить. Я была воспитана на истории о пациентах, на врачебных историях, и выбор профессии для меня был однозначен только медицинно, никаких других вариантов у меня не было в голове. Коронавирусная инфекция не в какой-то степени радикально изменила весь ход жизни. Мы круглосуточно практически и начинали работать, и по сей день работаем. Виталий Примак, заведующий отделением реанимации 2-й областной больницы, тоже в начале пандемии был вынужден изолироваться от семьи. Он наезжал в другую квартиру и жил там 3 месяца. По его словам, вспыхнувшая пандемия заставила находиться врачей в постоянном напряжении. Это я как руководитель отделения большую часть времени провожу на работе. Это каждый день, не меньше 12 часов провожу на работе. Бывает и ночью приходится на работу выезжать. Это круглосуточно и звонки. Награждены были медики с областной инфекционной больницы, областной больницы номер 2, станции переливания крови, а также фельдшеры скорой помощи. Кроме того, наградили медработников из Орска и Бузулука. Отдельно врачей поздравила министр здравоохранения Татьяна Савинова. Мы их между собой уже всех давно называем наши орденоносцы. Они этого заслужили, они настоящие герои. Для меня еще очень важно, что это настоящая команда. Сегодня вся медицинская служба работает как единый слаженный организм. Кроме медиков, награды вручили многодетным семьям и заслуженным учителям России. Ванесса Петерс, Павел Чекмарев, городской телеканал ЮТВ.